11.05 в Кирове на 101FM. Дневной разворот. Владимир Сметанин. И Юлия Афанасьева. Добрый день. Здравствуйте. Хорошего всем дня. Сегодня 1 августа. Ай-яй-яй. Да? Почему ай-яй-яй? Первый день последнего летнего месяца. Завтра день ВДВ. День ВДВ. А там еще день железнодорожника. И вообще в августе много будет всяких приятных поводов для того, чтобы что-нибудь отметить, что-нибудь отпраздновать. Ну вот только что погода летняя показала себя во всей красе. И тепло, и ливень такой прошел, и промокший. Но вроде как довольный к нам пришел Роман Титов, сопредседатель регионального штаба УНФ в Кировской области, вице-президент законодательного собрания. Вице-спикер. Не вице-президент. Ой, простите, вице-спикер Законодательного собрания. Ну так приятно. Ты не заметил, Володь, что мы уже которую программу начинаем с новостей о погоде? О погоде, так это одна из самых животрепещущих и волнующих всех из нас, по-моему, тем. Ну, в первом часе мы сегодня обсудим еще более животрепещущие, мне кажется, темы. Их сразу несколько. Это текущая работа Общероссийского народного фронта, который возглавляет морально Роман Альбертович. Творчески. Творчески, да, идейно, идеологически. Во-первых, создание зеленого щита вокруг Кирова, во-вторых, рейд по аварийным домам в городе Кирове, который провели активисты ОНФ, реализация общественного предложения по квотированию рабочих мест для инвалидов и еще несколько важных социальных тем. Я надеюсь, что мы все успеем. И есть у нас сегодня опрос в первом часе. Он связан с тем, мы вам предлагаем, наши слушатели, дать оценку тому, вот всевозможный мусор во дворах, на улицах нашего города, как вы считаете, с годами его меньше становится, больше, либо ничего не меняется. Можно голосовать как на сайте хакирова.ру, так и на нашей странице ВКонтакте. Смотрю результаты предварительные на сайте, 82 почти процента считают, что больше стало мусора на наших улицах и дворах. И на странице ВКонтакте вариант больше тоже лидирует, почти 50 процентов. И я сам за этот вариант готов проголосовать, потому что реально больше становится за счет упаковки. Мы все время пропагандируем сбор мусора, выходите, прибирайтесь, субботники каждый год анонсируем, а потом администрация отчитывается, вот там несколько сотен вышло, несколько сотен, вернее, несколько тысяч вышло. Мусора в дворах много реально, потому что жильцы сами не знают, а ТСЖ, в которой они стоят, или управляющая компания заключает договоры на вывоз мусора не с такой периодичностью, с которой надо было бы это делать. Мы сами видим, баки переполнены. Это не потому что жильцы много туда кидают, а потому что управляшка экономит деньги жильцов. То есть собирает она с них полный тариф, грубо говоря, как будто бы мусор вывозят каждый день. Мусор вывозят два раза в неделю. То есть это вопрос не САХ, это вопрос не жильцов, это вопрос недобросовестности управляющей компании. А я все время, кстати, обращаю внимание на грузовики, которых очень много в нашем городе, на которых написана реклама, там вывоз строительного мусора, вывоз любого мусора и номер телефона. Я вчера в очередной раз увидел такой грузовик и задумался, а где гарантия, что он вывезет этот мусор на какую-то лицензированную, узаконенную свалку, а они где-нибудь с пригорочка где-нибудь не спустят это все? Это огромная проблема, потому что не далее, чем весной, буквально в дни паводка, когда вода наступала на вересники, мы с коллегами из УНФ пытались ликвидировать свалку как раз вот этого строительного мусора, который вывозили на берег реки. Он был в водоохранной зоне, жильцы годы писали в разные инстанции, но не получилось. Ну, в итоге свалку мы ликвидировали, но вывозят, да, нанестиционированные объекты раз. И вторая проблема, которая есть, у нас вот этот строительный мусор, он вообще как-то, знаете, за гранью закона получается. То есть он, к примеру, при планировании будущей системы обращения с отходами в Кировскую область, он вообще нигде не учтен. Хотя мы понимаем, он не относится к категории бытовых отходов, он не относится к категории... То есть на полигон ТБО его нельзя? Ну, вот понимаете, серая зона получается, это не бытовой отход точно. Он в объемах не учитывается, образование мусора, но мы все понимаем, что как только дом сдается, оттуда этого строительного мусора... Вагон и маленькая тележка. Чего с ним делать, неясно, и эту тему даже поднимали коллеги мои в Государственной Думе. Недавно там проходили слушания как раз по теме создания новой системы обращения с отходами, этот вопрос был поднят. Необходимо правовое закрепление статуса этого строительного мусора. Потому что сейчас это, знаете, там черное окошко в черной комнате, непонятно куда побежит. В общем, проблема есть. Ну, раз уж мы с этого начали, давайте тогда начнем все-таки с этих самых расселенных домов. С расселенных домов, хорошо. Тема, которая держится на контроле региональным штабом ОНФ. И на сайте можно прочитать, что недавно был проведен рейд по таким точкам. И с фотографий там в том числе понятно, что очень плачевно выглядит это все дело. Проблем на самом деле вот две. Первая проблема это нехватка средств в муниципальном бюджете на снос тех домов, которые находятся в собственности муниципальной. Мы знаем, что они годами могут стоять и дожидаться своего сноса. И, конечно, они превращаются в это время в муравейники, куда сбегаются все деклассированные антисоциальные элементы. И бомжи, и наркоманы, и прочее, прочее. То есть страшное дело, а еще горят порой. А вторая проблема это проблема ответственности собственников. Потому что не все граждане в этих аварийных домах, которые попадают под снос в программу переселения, являются нанимателями жилья. Многие являются собственниками. То есть приватизировали. Приватизировали. Зачем-то на какой-то ляд. В доме, который идет под снос, приватизировали. Простите за непарламентское выражение, которое я только что озвучил про ляд. Приватизировали это самое жилье. Законом возложена обязанность по софинансированию сноса на этих самых собственников. Разумеется, собственники эту обязанность не выполняют. А в каком размере? В объеме сноса этого дома. То есть ты, грубо говоря, смотрите. Нет, какой процент они имеют? Да, это процент. Полная оплата, грубо говоря. Полная оплата. За снос своей квартиры. Плюс, смотрите, собственник, приватизируя квартиру в таком доме, да в любом доме, он получает право как на и обязанность на жилую площадь и на часть придомовой территории, на часть земельного участка. То есть, соответственно, законом установлена процедура выкупа. Муниципалитет выкупает эту квартиру и выкупает долю земельного участка. Другое дело, что из этого выкупа никто не собирается из собственников оплачивать частично снос этого дома. Муниципалитет ответственно подходит так или иначе, пусть год спустя, два года спустя. Но свое принадлежащее им жилье они сносят, то есть тратят на это деньги. Собственники на это деньги не тратят. Но проблема ведь, ты трать не трать, но должна быть ответственность и контроль. А вот контроля точно нет. И в итоге мы пришли к выводу, что реально бедовое состояние с этими головешками, которые стоят в центре города. Мы обратились в надзорные органы с просьбой повлиять на эту ситуацию. Но и сами сейчас готовим предложение к муниципалитету по, скажем так, улучшению, облегчению этой схемы. Роман, скажите, пожалуйста, надзорные органы как могут повлиять на ситуацию? В частности, на эти две проблемы, которые вы только что озвучили. Смотрите. И что это за надзорные органы? Госжилуинспекция? Прокуратура? Госжилуинспекция. То есть это влияние, прежде всего, на муниципалитет в части установления соответствующими нормативными актами жесткой обязанности по контролю за выполнением собственниками своих обязанностей. Это влияние на самих собственников, поскольку они не выполнили обязанности, установленные законом. И если люди не хотят выполнять добровольно, значит будут выполнять это добровольно принудительно. Нам кажется, что надо создать несколько прецедентов, и тогда эта ситуация найдет разрешение. Потому что, смотрите, реально, муниципалитет нередко идет на снос объекта в целом. Но мы с вами понимаем, что, конечно, глаза закрыть можно, но формально, когда муниципалитет тратит деньги на снос части объекта, который им не принадлежит, то это не совсем целевое использование бюджетных средств. То есть этот снос должен быть решлен за деньги собственника, частного лица. И вот эта ситуация, она всех почему-то устраивает, она длится годами. И, ну, мне кажется, пришла пора в ней поставить точку. Роман, а мы понимаем, о какой сумме идет речь? Вот, например, у человека приватизированная квартира в аварийном доме, который надо сносить. Снос объекта двухэтажного одноподъездного дома стоит на круг, ну, восьмиквартирник примерно порядка 400 тысяч рублей. То есть, ну, с квартиры примерно 50 тысяч плюс. 50 тысяч? А на каком этапе собственник должен отстегнуть эти 50 тысяч? И в каком этапе? Вот смотрите, вопрос ведь в том, правильный вопрос, вопрос создания интерфейса. То есть, собственник говорит так, куда занести деньги-то, кому отдать? Да-да-да, ну, занести не слишком тоже такое. Мне кажется, он так не говорит, но... Или не говорит там, но, то есть, должно быть понимание, единая система, грубо говоря, там, дом сносится, как эти деньги идут, как он оплачивает снос. То есть, мы же понимаем, там, может быть, шесть квартир муниципальных, две квартиры, принадлежащие частнику. Вот как это сделать? Механизм, вот, чтобы зайти на сайт и понять, он отсутствует, ясности-то никакой нет. И вот этот механизм, в том числе, вот, когда я говорил, что надо эту систему немножко постигнуть, этот механизм должен быть создан. То есть, должен быть понятен, механизм по софинансированию снос этих домов. А то, получается, там, муниципалитет не может снести, там, свои шесть квартир, поскольку они в одном доме, две квартиры на частниках, что делать? А непонятно, лучше ситуацию заморозить, авось сам сгорит. Давайте механизм, вот, на конкретном примере просмотрим, проговорим, как это должно быть. Вот, известный многим дом на Дериндееве 61, тот, о котором защитники города... Ты даже помнишь адрес. Да, я прохожу мимо рядышком. Дом с такими красивыми наличниками, за которые вот недавно вступились историки, культуроведы, культурологи. Там написано, в августе 2017 года, то есть, вот, в этом месяце наступившим, он должен быть расселён. И что дальше, вот, с ним, по идее, должно быть? Его расселят. Вот, мне кажется, логика такая. То есть, тебя расселяют, механизма, может быть, два. Либо у тебя выкупают, как я говорил, процедура, установленная законом, либо используется процедура, скажем так, без выкупа, предоставления по договору жилья. То есть, фактически, такого же, как и остальным переселенцам. Вот, на этапе этой процедуры, муниципалитет должен сказать, так, товарищи, собственники, вот, мы готовы пойти по этой процедуре, и мы берём на себя эту обязанность. Вы берёте на себя обязанность такое-то софинансирование сноса этого объекта. Раз уж вы взяли на себя обязанность собственника, вы эту обязанность должны выполнить. На сегодняшний момент, по-моему, этого не происходит никак. Как? Ну, то есть, расселят, все получат своё жильё, дом пустой и стоит долгие годы. Пока не сгорит ко всеобщей надежде. Значит ли это, что ни один расселённый дом в областном центре не снесён? Нет, они сносятся, как я уже говорил, там, они фактически сносятся за счёт средств муниципалитета. Что ещё раз говорю, неправильно. Давайте мы на этом прервёмся буквально на минутку, нам нужно уйти на перерыв. Я напомню, что обсуждаем мы сегодня текущую работу Общероссийского народного фронта. В гостях у нас Роман Альбертович Титов. Буквально на небольшой перерыв уйдём и очень скоро вернёмся. Видимо, мы немножко ещё продолжим про... Про расселение. Да, про расселённые дома. Хороший вопрос сейчас Юля задала нашему гостю, Роману Титову. Почему должен отдавать эти кровные свои заработанные, да, за то, чтобы дом разрушили? Очень простой ответ. На самом деле, я примерно тоже отвечаю, когда люди спрашивают, а почему мы должны платить за капитальный ремонт? Спрашиваю. Вы квартиру в собственность получили бездвозмездно от государства? Ну, то есть, вам подарили миллион рублей? Подарили. Собственность предполагает обязанности. Обязанность содержания, и здесь помогает капитальный ремонт. Содержание и ремонт, потому что мы понимаем, что если это собирать по подъездам, то мы никогда не накопим никакой капитальный ремонт. Так и здесь. Вы, воспользуясь правом, и получили, скажем так, от государства, от муниципалитета, некий объект недвижимости. Этот объект недвижимости пришёл в негодное состояние, должен быть снесён. Вам предоставляют другой объект недвижимости равноценный, а даже, равноценный, неправильно сказать, по площади, по площади, да, а по качеству, разумеется, дома новые. Так за эту собственность надо нести ответственность. То есть, вашу собственность меняют на другую, но надо заплатить небольшую сумму для того, чтобы ликвидировать предыдущую собственность в обмен на что вам представят новое жильё. Мне кажется, всё по-честному. Но, с другой стороны, никакого механизма для того, чтобы принудить, человека заплатить нету? Суд. Суд только? Конечно. Прецеденты есть уже? Да. Муниципалитет выходит, да, с такими исками? По России точно выходит, кировскую практику не знаю. Вообще, вот, если говорить честно, практика, связанная с расселением квартир собственников, она вот самая проблемная. То есть, если с нанимателями всё просто, тебе дают равноценное жильё по площади, ты там заключаешь договор соцнайма и вселяешься, и всё моментально, то вот здесь законом установлена примитивная к собственности схема выкупа, которая редко используется. Как правило, идёт вот такая серединная схема, то есть ты вроде получаешь жильё, но без выкупа, вот такой обходной манёвр. Вот, мне кажется, надо, честно говоря, эту практику проанализировать всё и вот идти по одной модели. То есть, получаешь квартиру, оплачиваешь только тогда, когда оплачиваешь снос вот этого самого жилья. Да вы что, бун, бун, бун поднимешься. Это не такой большой процент. На самом деле, немалая часть людей не приватизирует квартиры. Да, заметьте, у нас приватизация квартир в домах, которые уже признаны аварийными, запрещена. Потому что, ну, люди же пытались схематоз сделать. Покупаешь у людей за бесценок аварийную квартиру, и вот потом тебе новую дают. Слава богу, запретили это дело, приватизации нет. То есть, это те люди, которые до того, как дом стал аварийным, получили квартиру собственно. Роман, вот скажите, пожалуйста, в принципе, зачем люди приватизируют квартиры в состоянии близком к аварийному? В принципе, по дому это ведь понятно, да, в аварийном он состоянии или еще не совсем? В моей голове мотивация этих людей не укладывается абсолютно. То есть, ну, смотрите, там, зачем ее приватизировать действительно? Ты дождись сноса, получишь квартиру в соцнайм, приватизируешь ее после этого, только уже новую, и без малейших правов. Мне кажется, здесь вопрос в, скажем так, в недостаточной правовой грамотности. Не люблю это слово, но вот правда. То есть, если бы люди знали, какие трудности им придется преодолеть для того, чтобы приватизированную квартиру там в аварийном доме с ней распрощаться и переехать в новый, мне кажется, никто бы не приватизировал. А по вашей оценке для муниципалитета Кировского действительно такая головная боль, и там они хотят вот и стремятся разобраться очень громадно. Собственников не так много, но деньги огромные. Поэтому, мне кажется, эта проблема для муниципалитета серьезная. Но опять же, там, в силу причин, о которых даже сложно судить, поскольку это будут догадки, серьезного внимания ей не уделяется. А для каких-то лиц должностных, ответственных, предусмотрена ответственность за то, что дом расселили, а он продолжает стоять? Ну, там предписания идут по сносу, то есть административки идут, но не могу сказать, в каком объеме. Не Копенгаген в этой ситуации. Ведь расселенный дом, стоящий, старый, это же, ну, действительно, да, и пристанище лиц без определенного места, да, и возможность пожаров, они горят. Да, это, знаете, невозможность, а там, еще раз, к сожалению, я не повторюсь, это для многих желаемый итог, потому что... Как красная тряпка для быка. Да, ну, посмотрите, сколько домов расселенных сгорело. Вот район улицы. Да, вот буквально накануне. Район улицы Блющера, там, 3-4 дома. Да, накануне Блющера опять фигурировала. Опять? Да, накануне. Уже пожарные сказали, что причина сгорания внесенный источник. Ну, потому что этот источник туда вместе с алкоголем, сигаретами и прочим-прочим вносится снаружи, там, вот теми лицами, которые дома посещают. В ближайшее время уже оставим эту тему. Какие конкретные шаги будут сделаны в этом направлении? Мы пока ждем информации предварительно от муниципалитета и от прокуратуры, для того, чтобы осознать объем проблемы, масштаб, собственно говоря, и дальше будем выходить на координационное совещание с городскими властями, чтобы найти решение этой ситуации. Следуем далее. Про экологию поговорим? Да, следуем далее. Давайте поговорим про зеленый щит. Я, насколько понимаю, сейчас этот процесс только начинается. Закон принят в прошлом году о том, что вокруг каждого российского города должна быть создана лесозащитная зона, верно? Это правда. И более того, буквально на днях этот закон был уже подкорректирован в части усиления режима охраны этих лесозащитных зон. Закон этот инициировали мои коллеги из УНФ, в том числе один из авторов, его недавно приезжал в Киров на экологическую конференцию. Это Гутенев, депутат Государственной Думы, руководитель профильного комитета Госдумы. Закон был принят в июле прошлого года, в июле этого года была ужесточена, как я уже говорю, нормативка по части охраны. Что должно быть создано? То есть вокруг каждого города нормативным актом регионального уровня должна быть создана лесозащитная зона, включающаяся не только леса, но и рекреационные зоны территории, зеленых насаждений, больниц, образовательных учреждений, реки и водоохранные зоны, озера. И на этой территории устанавливается серьезный режим охраны. То есть, во-первых, запрещается размещение свалок, запрещается, скажем так, создание новых участков, то есть запрещается сплошная рубка леса, сплошная санитарная рубка леса. Если какой-то участок, грубо говоря, вымежевывается под строительство, то власти должны прирезать к этой лесозащитной зоне, грубо говоря, участок аналогичной территории. Компенсирующий такой, да? Компенсирующий, да. Запрещается разработка месторождения полезных ископаемых, запрещается размещение объектов хранения и утилизация отходов первой, третьей категории опасности. То есть это такие зеленые легкие, которые, грубо говоря, мы фиксируем. То есть здесь нет давления на бизнес в плане того, что если на сегодня есть участки карьеров добычи ископаемых, если на сегодня есть участки определенные под жилищное строительство, под размещение производства, то, разумеется, их это не коснется. Но мы фиксируем статус-кво по состоянию на сегодняшний день. И вот это зеленое кольцо вокруг города, оно охраняется. И по нему запрещаются вот те действия, о которых я уже говорил. То есть запрещаются рубки под коттеджные поселки, как мы видим, вблизи города Кирова. Запрещается размещение там стихийных и санкционированных новых свалок. Устанавливаются очень-очень-очень жесткие нормативы в плане лесовосстановления. То есть, грубо говоря, если лес, даже санитарная рубка произведена, то в течение года должно быть проведено лесовосстановление. Цель благая, поскольку мы все видим, что зеленка вокруг нашего города, она с каждым годом уменьшается. Да и внутри тоже. И внутри тоже, да. Осваивается под какие-то хозяйственные нужды. Разумеется, каждая из нужд всегда обоснована. Там леса в итоге становится все меньше. Едешь в направлении Порошино-Боровица, там вот раньше была стена леса и за грибочками весь город ходил, а сегодня там коттеджные поселки. И поэтому на прошлой неделе в Кирове были наши коллеги из Федерального УНФ, из Центра экологии и проблем защиты леса. Приезжал замруководитель этого центра. Были проведены рабочие совещания из Минэкологии, там с региональным объединением Народного фронта. И вот осторожно так скажу, мы нашли механизмы решения части проблем, которые мы ранее обсуждали. То есть, к примеру, эта же зона, там сведения, они вносятся в том числе в кадастр ограничения режимов использования. Почему это важно? Потому что мы с вами помним, была ситуация с тем же домом Хохрякова, по которому снос, поскольку охрана обязательств в кадастре никаких не стояло. Вот здесь будут внесены изменения в кадастр. А это связано с землюстроительными работами. Главный вопрос, как это финансировать. Вот пока не раскрою секрет, но механизм мы нашли. Вот как раз я хотела спросить о том, где деньги. Механизм есть, он не связан с использованием возможностей регионального бюджета. Скажем так, вот осторожно, знаете, чтобы я не суеверен, но чтобы не сглазить на всякий случай. Во всяком случае, этот механизм всех, все заинтересованные в сторону убедил. И поэтому мы пришли к выводу, что в ближайшее время, в августе региональное отделение ОНФ инициирует создание этого зеленого щита. Процедура такая. То есть мы обращаемся в общественную палату с детальным описанием этого будущего зеленого щита. То есть именно вы, ОНФ, будет определять? Вот прям метраж или километраж? Мы проведем экспертное совещание со всеми заинтересованными сторонами, разумеется. То есть мы как субъект... То есть лидер этого процесса общероссийский народный фронт. Да, да. А затем этот шар идет на сторону общественной палаты, поскольку законно установлено, что именно общественная палата проводит слушание надлежащим образом, законно установлено, как это делать, и выходит соответствующей инициативой в законодательные органы региона. По ряду субъектов уже видно, что законодатели не во всех субъектах с радостью воспринимают эту идею. Например... А почему? Оно им надо? Нет, подождите секундочку. Если лидер проекта ОНФ, соответственно, вы будете этим заниматься, если вы говорите, что региональный бюджет при этом не будет... То есть не трогаете вы региональный бюджет, собственно, почему законодатели должны быть против? Ну, знаете, там у всех разные причины. Были вот в Тюмени, с коллегами разговаривал, там как раз назвали, что на это потребуется огромное средство, и поэтому вот в тяжелой ситуации бюджет не может пойти на такие траты. Но, честно говоря, у нас, опять же, этим законом предусмотрен четкий перечень оснований для отказа. Их мало. И это точно не подходит ни под одно из оснований. Поэтому предварительно скажу, что мы таких проблем в регионе не видим. Есть предварительная поддержка из стороны областного правительства. И, ну, я здесь одновременно в двух лицах, и как законодатель из стороны ЗАГСа в Райне тоже, там я лично буду эту тему проводить, поскольку это важно, и это, знаете, там одной ногой законодатель, другой ногой ОНФ. Я думаю, что у нас получится это сделать. Роман, извините, что перебила. Одна минута до перерыва. Мы понимаем, о какой сумме идет речь в отдельно взятой Кировской области. Это крайне небольшая сумма, связанная с тем, что основные работы предварительно были проведены в рамках создания лесозащитной зоны, предыдущей вокруг города Кирова. Роман, крайне небольшая сумма. Это сколько? Несколько миллиардов? Несколько миллионов? Несколько сот миллионов? Это порядка 5-8 миллионов рублей. А я вот вижу такую загвоздку, ну, дай бог я ошибаюсь. Разные интересанты, да, вот не будут ли стараться отодвинуть подальше или, например, придвинуть поближе к областному центру те же строительные компании-застройщики? Честно вам скажу, можно грубо, да? Можно. А по барабану? По барабану. Потому что вот задача стоит, и она будет реализована. Ни на какие уступки, там, давайте обогнем, я думаю, идти нельзя. Тем более, если у вас зона уже распланирована под застройку, никто же ее не тронет. Закон ставит, что мы ее не трогаем. А на будущее, ребят, ну, извините, вообще-то этот закон был заработан в том числе при поддержке президента Российской Федерации. И в ноябре месяце, там, на итоговом экологическом форуме президент будет заслушать доклад о реализации проекта зеленых зон, зеленых щитов в регионах Российской Федерации. Вряд ли кто-то захочет услышать, что в каком-то субъекте эта идея торпедирована из-за того, что кому-то что-то захотелось построить. Вот так вот я и кивоками скажу. То есть к ноябрю конкретные границы должны быть уже определены? К ноябрю мы запустим этот процесс. Запустите. Вот на этом я предлагаю идти на перерыв. Это Роман Титов. Буквально через пару минут мы вернемся в студию. Продолжаем наш разговор. У нас в студии, напомним, Роман Титов, сопредставитель регионального штаба УНФ Кировской области, вице-спикер законодательного собрания нашего региона. Мы сегодня взяли несколько тем, которые находятся в центре внимания Общероссийского народного фронта. И переходим к следующему вопросу. Вопрос эквотирования рабочих мест для людей с ограниченными возможностями. Тоже тема довольно острая, периодически поднимается в средствах массовой информации. Люди эти хотят работать, могут работать, но, увы, мест нет. Ну, либо нет желания работодателей. Ну, фактически, да. На сегодня, напомню, буквально на последнем заседании законодательного собрания был принят базовый областной закон о социальной защите инвалидов. То есть у нас был аналогичный закон ранее, но в силу того, что очень много было изменений в федеральном законодательстве, решили не поправками вносить, а Минсоцразвитие разработало базовый новый текст. Когда мы этот текст увидели предварительно, ну, мы, это в том числе мои коллеги, эксперты в сфере защиты инвалидов, это Иван Глинчиков, это другие люди, неравнодушные, скажем так, да. Представители непосредственно организаций, да, общественных инвалидов. Да, представители организаций. Они пришли ко мне, к моим коллегам и сказали, ребят, вот смотрите, у нас раньше в прежнем законе и то был механизм альтернативного выполнения квоты. Что такое квота? Законодатель обязывает, ну, на сегодняшний момент, предпринимателей. Предпринимателей. И численностью населения, ой, численностью работников свыше 100 человек создавать 2-4% от среднеспечечной численности отдавать под рабочие места для инвалидов. Раньше был альтернативный механизм в прежнем законе аренда, но сегодня аренда этих рабочих мест, ну, во-первых, этот механизм не заработал. То есть количество... Кто должен арендовать? Слушайте, там такая тяжелая история, к которой прокуратура относится однозначно. То есть, когда мы в рабочих совещаниях с прокуратурой обсуждали поправки, которые я вносил в закон, была жесткая позиция вот этого-то аренда, это заемный труд. И заемный труд законодательством Российской Федерации запрещен. Да, там реально, скажем так, как-то честно сказать-то, работодатели, которых обязывали исполнять квоты, они заключали договоры некой аренды рабочих мест с организациями инвалидов. Организации реально никаких работ для этих работодателей не проводили. То есть, по большому счету, это был такой, ну, на тот момент узаконенный откуп от обязанностей по созданию рабочих мест. Легальный механизм обхода закона. Ну, да. Разумеется, поэтому в базовой редакции, внесенной Минсоцразвития областным, этой аренды и не было. Был только лобовой механизм создания квот. То есть, вот у тебя 100 человек есть, ты 2-4 рабочих места обязан для инвалидов создать, заявить их в службу занятости. Ну, квоты считаются выполнены. А это как бюджетные, государственные, так и частные предприятия? Все. Должны квотировать все абсолютно, вне зависимости от формы собственности. Значит, квоты считаются выполнены с момента создания рабочих мест. Как делали предприятия? Они говорили там. То есть, понятно, что дорого создавать специализированное рабочее место. Понятно, что, ну, по мнению там работодателя, инвалид не может выполнять часть функционала, у него особый режим труда установлен. И поэтому создавали такие виртуальные рабочие места, которые заведомо никто бы не занял. И мы могли эту ситуацию, к сожалению, там тиражировать и дальше. Поэтому, ну, хотелось, чтобы реально работал механизм, чтобы организации инвалидов получали реальные деньги за реальные сделанные дела. То, чтобы люди работали, а не просто отчислились где-то. Поэтому мы долго, ну, просто в силу того, что тема новая и вот это вот по большому счету такая, знаете, новелла в том числе и в законодательстве в региональном, то есть мы в других субъектах нормы, которые мы придумали, не нашли, но она не противоречит закону, прокуратура подтвердила. Мы создали вот какой механизм. То есть на сегодня предприятие вместо того, чтобы тратить миллионы рублей в создании специализированных рабочих мест для инвалидов или имитировать как-то вот, ну, идти на риск нарушения закона, а установлена будет жесткая ответственность за несоблюдение порядка квотирования, они могут заключать, договоры на оказание услуг, на размещение заказов в организациях инвалидов, а у нас на сегодня их там Всероссийское общество глухих, Всероссийское общество слепых, Всероссийское общество инвалидов, их дочернее предприятие на выполнение конкретных заказов. И эти, скажем так, эти заказы, эти работы учитывать в счет квоты. То есть по большому счету чем мудрить. Подождите, а чем это отличается от того, что было раньше? Потому что здесь подразумевается реальная услуга, которую организации инвалидов будут оказывать вот это работодателю. Ну, то есть раньше механизм был примерно такой же, но реальной... Раньше была серая зона, по большому счету. Реальной услуги под этим не было. Конечно. То есть фактически ничего раньше не было. Ну, то есть точно так же работодатели заключали договоры с кем-то. На аренду рабочих мест у того, там, там. А сейчас договоры на оказание услуг. Да. То есть фактически организация инвалидов получает прямой стимул на создание новых видов деятельности. Ну, давайте там предположим гипотетически на оказание юридических услуг. То есть вот буквально вчера у меня коллеги общались с инвалидом из Новоавиатского района. Он юрист. В силу определенных жизненных обстоятельств инвалид. На работу его никто не берет. Но сейчас он технически может быть подустроен в организацию инвалидов и на аутсорсе оказывает юридические услуги, за которые и организация инвалидов будет получать определенные средства, и он будет получать заработную плату. Стимул экономический прямой. Работодателям не надо мудрить и ходить на грани закона, рискуя быть наказанными по этому механизму аренды. И не надо тратить миллионы на создание специальных рабочих мест. Они будут созданы инвалидами, либо надомниками. Человек может на дому работать. Организация инвалидов мотивирована заработать на этом свою дельту небольшую. Инвалид получает работу. То есть мы эту историю обсуждали и с инициаторами этих поправок, с теми же обществами инвалидов, с прокуратурой, с Минсосразвития. Со службой занятости. И буквально в день, когда у нас был комитет, когда я поправку это представлял, руководитель службы занятости мне показал письмо от министра Топилина, где механизм, который мы уже на тот момент практически реализовали, был рекомендован субъектом Российской Федерации в качестве механизма исполнения квоты. То есть мы так, получается, одновременно с мыслью федералов прошли. Сейчас, разумеется, будет, во-первых, создаваться... Все же спрашивают, как это будет работать. Как это будет работать, будет зафиксировано в ведомственном нормативном акте. Будет расписано первое, второе, третье, что надо сделать, куда пойти, как это будет создаваться. Мы в этом процессе будем принимать части, в том числе и с экспертами нашими по занятости для инвалидов, с теми же представителями общества инвалидов, для того, чтобы подзаконник был рабочим. Дальше будем смотреть, работает, не работает. Если не работает, будем корректировать, пользуясь тем, что у нас уже дорожка эта обкатна, будем корректировать эту самую нормативку. То есть задача в том, чтобы создать не виртуальный механизм занятий для инвалидов, а реальный. Работодатели позиции их известны вам? Как это воспринимают? С учетом того, что в законодательном собрании среди депутатов всех фракций немало работодателей, в том числе крупных... Руководители, предприятия, да. Руководители крупнейших предприятий, не будем называть фамилии там, все их знают, все единогласно поддерживают. Часть из них у нас будет во втором часе, кстати. Да, часть из них будет во втором часе. Роман, скажите, а вы понимаете, какое количество инвалидов сейчас нуждаются в работе? На территории Кировской области проживает 110 тысяч инвалидов. Каждый десятый практически. Каждый десятый житель Кировской области это инвалид. Разумеется, среди них есть инвалиды, ну, грубо говоря, рабочих категорий, у которых реально нет ограничений по труду и нет проблем с трудоустройством. Но есть инвалиды первой и второй категории. Часть из них работает на специализированных предприятиях. Кожевина, обувной промышленности, но большая часть, она вообще никак не задействована. И рады бы работать и быть нужными, но... Приносить копеечку в свои семьи дополнительно. Да, не просто получать, но приносить. Мы понимаем, что это малобеспеченные люди. Я не смогу сказать точную цифру, но вот я когда первый раз услышал, что десятая часть населения инвалидов, ну, пугающая цифра, да. То есть, мне кажется, по меньшей мере половина из них нуждается в устройстве. Как вы рассчитываете, Роман, когда этот механизм заработает? Закон вступает в силу спустя 10 дней после публикации. Сейчас уже создается нормативка необходимая. И поэтому я рассчитываю, что к концу осени мы уже сможем говорить не о первых результатах, а о запуске механизма полноценно. И результаты я все, знаете, сторонник того, чтобы через там один-два месяца после того, как процесс пошел, не говорить, что нам все удалось. Нет, давайте посмотрим и откорректируем, если необходимо. Пока все стороны вроде бы заинтересованы. У нас остается буквально 2-3 минуты до конца. Мы хотели бы еще про проблемы канализационных стоков поговорить. Но это как-то вот уж очень, не знаю, мелко. Мне хочется все-таки спросить, Роман, о тезисно основные моменты выступления вашего на пленарном заседании 27 июля. СМИ сообщили о том, что критичное содержание было достаточно. И в том числе вы поднимали вопросы строительства всевозможных объектов за бюджетные деньги. И вы утверждали, как я прочел, что оставляет желать лучшего качества. Это позиция. Не эффективность трата. Это не только моя личная позиция. Это позиция фракции. Мы, скажем так, выступили с поддержкой той политики, которую проводит временно исполняющая обязанности губернатора. Но обратили внимание на две ключевые проблемы. То есть первая проблема – это действительно низкое качество жилья в районах, в первую очередь в Кирове. Нам эту ситуацию удалось победить, слава богу. И нареканий по новым объектам, которые сейчас сдаются по новым домам для этих сирот и по новым домам для переселенцев, их нет. Вот на начальном этапе они были. Там и вот Поленгасово вроде бы. Да, мы говорили об этом неоднократно в эфире раньше. ФОК в Советске, комплекс Перекопе, который был, собственно говоря, принят. И КСП подтвердило с огромным количеством недоделок. И другие, другие, другие там не с тем числа проблем. Такая системная вещь, к сожалению. Да, мы обратили внимание на то, что надо создавать механизм государственного заказа. Потому что на сегодня почти все эти объекты, ну, кроме вот этих спорткомплексов, те же там дома для переселенцев, они приобретаются без альтернативных аукционов. То есть, грубо говоря, в начале года глава района понимает, что ему дадут денег, к примеру, на там переселение 50 квартир. Он вызывает какого-то застройщика, говорит, ты строишь дом такой-то конфигурации, мы у тебя его в ноябре по аукциону закупаем. Это закон? Подождите, а как же 44 ФЗ, все дела? В полном соответствии с федеральным законом 44 не подкопаться. То есть, просто конфигурация, то есть, предмет конкурсной закупки, конкурса документации, он вот такой вот там дом, там, значит, отделанный сайдингом, значит, с такими-то конфигурациями квартир. А чаще вообще идет не дом покупается, а жилые помещения отдельные. То есть, квартира, площадь такой-то, такой-то, там, сантехника такая-то, законно проверяли. Там не первый год эту тему ведем. Чтобы вот этого не было, нужна функция госзаказа. Чтобы государство в лице какого-то дочернего предприятия областного правительства заказывало строительство объекта, не приобретало готовое... Еще одно дочернее предприятие. Уже существующее предприятие. А что это может быть за ведомство? Первые разговоры насчет создания такого механизма были на базе... Минстроя? Тогда еще это было два года назад на базе ипотечной корпорации. Сейчас мы этот вариант отметаем. Я думаю, что это на базе областного УКСа. То есть, грубо говоря, это организация, которая от этапа фундамента и проектирования до этапа задачи контролирует. Потому что мы понимаем же, что проблема не только в том, что строят плохо, а если покупать с аукционов готовый дом, там вообще никто не контролирует качество строительства. Тем более, малоэтажка у нас была долгое время за пределами госэкспертиз. Проблема в том, что муниципалы некомпетентны часто. У них нет специалиста по качественной, своевременной и достоверной приемке этих объектов. В УКСе они есть. И было так интересно. Губернатор в своем послании предложил создание этого механизма. Мне пришлось оперативно корректировать свое выступление заранее запланированное, поскольку мы хотели потребовать этого, но в итоге выяснилось, что этот механизм уже будет создаваться. Движение оттуда уже есть. Да, мы нашли там встречное. И второе, скажем так, вторая вещь, о которой мы говорили, это о том, что да, сегодня мы создаем новые правила игры в разных сферах, в лесной, в промышленных отраслях, в сфере там жилищного строительства. Вот надо, чтобы мы сегодня их так создали, чтобы они были стабильны на период, ну, ближайший в горизонт планирования бизнеса. То есть где-то лет пять хотя бы. Они не менялись без закона и на то необходимости. Потому что бизнес планирует свою деятельность на долгосрочный период. Если эти правила менять постоянно, мы далеко не уйдем. Надеюсь, был услышан. Вот давайте на этом остановимся. Да, пора. Это Роман Титовса, председатель регионального штаба Общероссийского народного фронта в Кировской области, вице-спикер ЗАГС Собрания в Кировской области. Говорили мы о текущих проектах Общероссийского народного фронта, социально важных и нужных для Кировской области. Вернемся во втором часе с налогом на имущество. Да, с налогом на движимое имущество. А сейчас новости.